На деревьях у нас на малом мате уже была лекция, даже три, про нумерацию деревьев. Одну из них читал Ландо, тот самый, который был в этом году, еще раз, я хочу читать, надеюсь, тут другое. Одну из них читал я, и там, я не помню сказать, минимум четырьмя разными способами, почему очень красивыми, была доказана формула для количества нумерованных деревьев. Давайте для начала я просто объясню, что такое нумерованное дерево. У меня у каждого дерева будет корень, который... Дерево в соответствующей единице всего одно единственное, деревьев в соответствующей двойке, их на самом деле больше. А именно, бывает вот так, и еще бывает вот так. Господа, если у вас при движении от корня в какой-то момент возникает число, а потом меньше, то это мы будем называть инверсией. Соответственно, вот здесь мы говорим монотонное дерево, монотонное дерево, монотонное дерево, у них у всех подбольные инверсии. А вот это дерево будет с одной инверсией. Хорошо. Здесь деревья, у меня три штуки, а здесь одно. Всевозможные деревья на четырех решениях. Ну, смотрите, опять, эти бывают вот так. И таких деревьев я должен нарисовать, сами понимаете, шесть штуков. Всего ответ будет, наверное, мы уже догадались, шестнадцать. То есть, основная идея состоит в том, что нумерованных деревьев, нумерованных деревьев ровно столько же, сколько существует бесконфликтных очередей. Более того, оказывается, что существует взаимнооднозначное естественное соответствие между деревьями и теми самыми обеспечительными последствиями. Поехали. То есть, один, два, три. Один, три, два. Это тоже шесть штуков. Бывает один, два, три. Здесь один, три, два. Опять-таки, два, один, три. Два, три, один. Ребята, извините, что я, может быть, злоупотребляю вашим терпением. Но с другой стороны, такие вещи всегда лучше, что называется, своими руками проделать, чем потом сомневаться так и так. Осталось всего четыре штуки нарисовать. Что же это такое? Это вот такие, их три штуки. И одно вот такое. Ну, это проще всего. А здесь, давайте, так, забывает один. Да, мы считаем, что дерево не на плоскости нарисовано, а, что называется, в пространстве. То есть, переставляя вот эти вершины, я считаю, что ничего не меняю. Здесь два, один, три. Здесь три, один. Все, я справился с рисованием 16 деревьев на четырех режимах. И теперь, господа, я хочу поставить плюсики у монотонных деревьев. Ну, здесь я и уже говорил. Одно. Здесь тоже одно. Нет, не одно. Здесь два. Здесь два. Так, а теперь здесь очевидно вот это вот одно. Здесь вот такое вот монотонное дерево. Не монотонное, вот это монотонное. Не монотонное, монотонное. Так, это монотонное и вот это монотонное. Так, сколько чтобы монотонных деревьев получилось на четырех решинах? Должно было шесть. Ну, вот ведь они. Количество монотонных деяний на верхней вершинах это рентгус одинферниал. Ну, соответственно, на верхней вершине, я думаю. На самом деле, это следствие более трудной теоремы, которая идет в сам конце статьи. Поэтому давайте для монотонных рельефов я все-таки докажу эту явную трудность. Господа, идея такая. Для любого монотонного дерева придумать код, которым мы его закодим. Придумать, перестану. Смотрите, сейчас я забываю про все монотонные деревья, смотрю только на плюсики. И буду, что называется, буду кодировать. Так, принцип кодирования. Давайте я объясню на каком-нибудь таком примере, а потом, ну, так. Те, кто программирует, наверное, сейчас узнают один из своих алгоритмов. Дело в том, что в программировании часто бывает необходимость обойти все вершины дерева. Есть какие-то варианты, которые мы разбираем. Надо, чтобы программа прошла по всем вариантам, и что-нибудь там сделала, что-нибудь посчитала. Так вот, представьте себе, вот здесь такой день. Принцип такой, я выхожу из вершины и решу наибольшее число, куда могу идти. В данном случае, из корня я могу идти единственным образом, поэтому сразу решу идти внизу. И обвожу эту решину. Она проникает. Стоп, у меня здесь ничего не все, поэтому давайте еще тут делаем. Сейчас уставлю. Теперь я могу пойти в двор, четверку и девятку. Я иду в максимально возможное число. То же самое, обвожу его и решу это число. Теперь я иду в максимально возможное из этих. Это восьмерка. Дальше уже идти не буду, поэтому я возвращаюсь на шаг и иду в максимально возможное из тех, куда могу идти. Это число семь. Обвожу, возвращаюсь на шаг, иду в максимально возможное. Это число три. Вот эти же пройдены. Я иду туда, куда можно. Я не могу идти второй раз. Вот из девятки я максимально возможное и устроил. Вот. Так, у меня только пройдено. Если что, все пройдено, надо возвращаться и идти в максимально возможное из этих, в четверку. Хорошо, надо возвращаться. Теперь надо идти в максимально возможное, это число шесть, и после этого идти в число пять. Вот такая перестановка. Заметьте, принцип крайне простой. На каждом шаге. Ну, если некуда идти, то откатываемся, но минимально возможное обстояние. А если можно идти вперед, то идем в максимальное поддон. Так, сейчас быстро закортируем все эти штуки. Дадим образ. Посмотрите, здесь код очень простой, перестановка один, два, три, потому что мы ее купили. Здесь два, три, один. Потому что мы сначала пришли, потом вернулись. Здесь два, один, три. Здесь три, один, два. Здесь три, два, один. И здесь один, три, два. Здесь уже не дура. Это уже на меньшее количество. Так, ребята, пожалуйста, проверяйте. Все возникшие у меня перестановки разные. А по-моему, все шесть разные. Так, давайте, что-то, поупражняемся, поймем в обратную сторону, мы умеем или нет. Все, спасибо. Ну что, давайте выбираться. А я ждал рисунковый. Я говорю, что из него выходит в тройку. Это максимальное число. После этого я из тройки вполне могу идти в шестерку. Так, после этого я из шестерки сейчас, дальше интересный вопрос. Дальше я должен повернуться. Дальше я должен вернуться. И я должен здесь написать число 5. Так, вернуться. После этого я иду вперед. Идея такая, пока застают числа, я иду вперед. Как только числа перестали возрастать, я возвращаюсь. Вот 7 уже меньше, чем 9. Поэтому я возвращаюсь, но возвращаюсь я вот сюда. Пишу 7. Так, теперь после 7 идет меньшее число меньшее. И, значит, я пришел вот сюда. Так, теперь... Так, пришел я сюда. Теперь дальше пошли числа по возрастанию. Значит, я иду вот сюда в 8-ку. Теперь надо спускаться и идти в 4-ку. Теперь надо спускаться и идти в 3-ку. Так, ребята, по-моему, я остановил. Давайте посмотрим, что это излетит. 0, 3, 6. Спустились. 5, 9, 7. Спустились. 1, 8. Спустились. Спустились. Так, вроде 4-ка. Интересный вопрос. Почему это взаимно однозначное соответствие? То есть я, вроде бы, достаточно внятно объяснил, как ходить по дереву и описывать перестану. Вроде бы я справился с рисованием дерева. Давайте поймем на самом деле, правильно ли я восстанавливаю. В чем этот самый алгоритм состоит? Если в начале у меня идут какие-то числа, то я их, на самом деле, конечно, должен писать. Потому что любая попытка откатиться, она приведет к тому, что я просто неправильно писал на предыдущем так и чисто. Замечательно. Если же у меня получилось какое-то число меньше вот этого, то я должен откатиться до уровня, на котором я зацепляюсь. Вы рисуете эти деревья, посмотрите, у вас все получится. Вот таким образом, если внимательно приглядеться, мы действительно получили замечательную теорию монотонных деревьев. Сколько штук? Н-1, правил? Да. На Н решениях Н-1 факториал. Ну, соответственно, на Н-1 решение Н-1 факториал. Отлично.